Сегодня у нас 2 июня, да? Сейчас включится запись. Шалом, добрый день. Сегодня 2 июня, и у нас в гостях благословенная сестра, женщина, подруга наша Ирочка Дульмиф из Израиля. И в преддверии праздника Шавуот она любезно согласилась рассказать нашей группе и всем, кто будет слушать это видео, смотреть об этом празднике. Как она отмечает с семьей. Ну, в общем, все, что она захочет рассказать об этом празднике, мы с радостью это все услышим и послушаем. Ирочка, тебе слово. Давай. Добрый день всем. Добрый день из Израиля, уже жаркого Израиля, можно так сказать. Хочу сегодня рассказать по просьбе Елены про праздник Шавуот. Я думаю, это праздник не только еврейский, но праздник для всего человечества. Потому что это праздник дарования Торы, святой книги, в которой я думаю, что человек, который просто верит во Всевышнего, но не соблюдает заповеди, он тоже в душе празднует этот праздник вместе с нами. Потому что в Торе, в общем-то, написано все то, что происходит сейчас с нами. В Торе написано то, как образовывался этот мир, как Всевышний его создавал. В Торе написаны все праздники, все запреты, все разрешения, которые должны быть у человека. В общем-то, сейчас, получается, много раз доказано, что в Торе написаны даже те вещи, про которые ученые только сейчас начинают узнавать. И поэтому тот человек, который просто верит во Всевышнего, благодарит его за каждый день, восхищается природой, которую он создал, он, в общем-то, в душе тоже празднует вместе с нами этот праздник. Итак, праздник Шавуот наступает 6-го Сивана. Это, получается, в этом году, сразу после выхода субботы, суббота заходит сразу в праздник. Это, получается, с 4-го на 5-е июня. И сам по себе праздник, он происходит так же, как в Шаббат. В этот праздник непринято делать все то, что мы делаем в обычный день. Люди не работают. Это праздничный день, когда люди дома со своими семьями встречают праздник в праздничной одежде. И сам по себе праздник, дарование Торы, как бы, скажем так, начнем с самого начала. Евреи вышли из Египта, ходили по пустыне, и на горе Синай получили Тору. Получается, что сама по себе гора Синай, она изначально не была никакой горой какой-то там суперзнаменитой. Про нее вообще, в общем-то, никто не знал. Даже есть такой рассказ, который рассказывают перед Шавуотом, что перед тем, как Всевышний даровал Тору, было очень много всяких чудес в природе, которые происходили. Не только с людьми, но вообще в природе. И были две большие горы, которые между собой соревновались, что вот Всевышний даст Тору именно на ней, а вторая говорила, нет, я выше, только на мне. Следующая гора отвечала, говорит, нет, я красивее. Но Всевышний при этом выбрал именно гору Синай. Она никому ничего не говорила, она просто спокойно ждала в сторонке, как говорится. И из-за ее скромности Всевышний выбрал именно эту гору, как бы именно туда поднялся мушек, чтобы получить Тору. Дарвание Торы — праздник для всех. При этом это очень важный день, он трепетный день, потому что, с одной стороны, как говорят, почему мы празднуем этот день? Когда человеку дается какой-то подарок, если он незначительный, то человек говорит спасибо и кладет его в карман или в шкаф, или в ящик, куда-нибудь. Когда человеку дается какой-то большой подарок, Всевышний созрывает людей, созрывает гостей, делает большую трапезу, показать всем, посмотрите, какое чудо Всевышний дал, посмотрите, какой красивый подарок мне подарили. Вот то же самое делаем и сейчас. Мы празднуем имена дарования Торы, как огромный праздник для всех. Праздник, как я уже сказала, не только евреев, но и не евреев тоже, потому что заповеди Торы даны именно евреям, а в общем-то Тора объясняет существование всего мира. И еврейский народ, когда он принимал Тору на горе Синай, там такая интересная вещь была, люди сказали «насэвэ нишма». Насэвэ нишма, если перевести на русский язык, получается «сделаем и услышим». Обычно человек как? Обычно человек слышит, а потом делает. Ну, как бы обычно, как это бывает. А здесь все в один голос сказали «насэвэ нишма». Получается, мы сначала сделаем, а потом услышим. И вот задают вопрос, почему именно так? Почему обычно люди сначала слушают что-то, а потом уже делают то, что им сказали? Так, здесь сказали, что сравнивают еврейский народ с маленькими детками. Вот в Шавод принято маленькие детки, которые еще никогда не учили Тору. Их созывают и начинают обучать их Торе, как бы именно Алифбет начинают обучать. Какие-то такие определенные вещи начинают им говорить. И при этом принято детей сладостями как бы кормить в этот момент, чтобы, во-первых, чтобы детки хотели учить Тору, а во-вторых, чтобы у них развивалось желание учить Тору. Потому что потом, когда они уже подрастут, они конфеты уже не так уж захотят, а именно вкус Тора вот это останется в жизни, и они будут продолжать ее учить. И вот один учитель просто рассказал, говорит, что вот смотрите, есть, например, класс деток, которые сидят и учат Тору, им постоянно дуют какие-то, ну, такие маленькие конфеты, там ничего такого, просто конфета сладкая. А в какой-то день, например, он пришел и сказал, вот сегодня есть такая конфета, вот самая-самая вкусная, вот самая-самая классная. Говорит, кто хочет такую конфету? И весь класс сразу говорит, мы. И он одного мальчика спросил, а почему ты сказал мы? Почему не ты? Как бы, почему не я? Там, я хочу конфету. А мальчик ему ответил, ну, конфета такая вкусная, ну, разве мой друг не захочет? Понятно, что из-за него тоже ответил мы. Вот так и Юрейна Горисинай. Увидели Тору, слышали Всевышнего, увидели, насколько вкусной, ну, в плане духовности может быть Тора, которая внесена в жизнь человека, насколько трепетно, может быть, трепетно, хорошо, трепетно именно душа чувствует себя со Всевышним, в этой душе, именно в этом состоянии святости со Всевышним. И все одним голосом, как бы, понятно, что никто даже не задумывался об этом, просто все ответили на «сэвы нишма». Мы приняли то, что ты сказал. Ты даже не должен нам сейчас ничего объяснять. Нам просто хорошо со Всевышним, поэтому мы это приняли. И еще вот я просто читала вот в шаббат как раз книгу одного учителя, который был учителем моего мужа. И там один мальчик задал, ну, книга просто рассказывает про детей, которые раньше учились, как кто приходил к вере ко Всевышнему, совершенно с разных мест детки были. И один из мальчиков спросил, почему люди, когда молятся, неважно, евреи или нет, просто люди, когда молятся, у них они покачиваются. И был такой довольно интересный ответ. Ему ответили, что люди, которые стояли у горы Синай, они, с одной стороны, очень шли ко Всевышнему душой, но при этом вот эта святость, она их как душу ихнюю обжигала, так своего рода, можно сказать. Они как бы с трепетом тянулись к нему, при этом боялись святости вот этой, потому что человек всегда, как сказать, он как съеживается перед святостью. С одной стороны, потому что Всевышний настолько велик, что это не укладывается в голове. И они как свеча, они тянулись и чуть-чуть отступали. Тянулись, а в конце концов, собрались в духом, и приняли Тору. Поэтому Раф этот, вот этот учитель еще сказал этому мальчику, а мальчик спросил, а можно не качаться, когда молишься? Он говорит, ты как пламя свечи, попробуй не качаться. Даже из закрытой комнаты пламя все равно качается. И во время того, когда человек молится, именно, ну как по-нашему можно сказать, когда открывается полностью портал такой со Всевышним, так ты просто уходишь в эту святость, и ты не задумываешься о том, что ты покачиваешься. Ты просто начинаешь в темпе своего сердца как-то вести себя, и поэтому человек покачивается. Вот таким образом покачивается, как свечи Всевышний дал евреям Тору на горе Синай. Вообще у праздника Шавот есть несколько названий. Шавот, в переводе Шавот, как бы на иврите, это недели. Получается, до Шавота, со второго дня Песоха, есть семь недель, и на 50-й день приходит Шавот. Как бы начинаем праздновать Шавот, было дарование Торы. На русском языке Шавот называется Пятидесятница, потому что это 50-й день. И вот эти семь недель, которые отчитываются со второго дня Песоха и до Шавота, это довольно интересное время такое, так как многие сравнивают это с 49 ступенями, и каждый человек для себя выбирает, что ему делать в эти 49 ступеней. Он может отдалиться от Торы, но лучше, конечно, приблизиться к Торе, подняться на эту гору Синай, как говорится, вместе с Ошей получить её. И поэтому есть люди, которые каждый день берут на себя какие-то новые заповеди, например, есть люди, которые просто работают над собой. И самое важное — не стремиться быть как кто-то, как бы именно в душе себя, именно пытаться что-то исправить, что-то сделать лучше, что-то обдумать. Может быть, в эти 40 дней дней стоит попросить даже Всевышнего, чтобы Он помог, направил, что правильно делать в эти дни, и что правильно исправить в себе. И ещё вот эти 49 дней, 7 недель, они очень похожи на 7 недель перед тем, как жених с невестой не видятся перед свадьбой. У еврейского народа есть такой обычай, что невеста и жених, они не видятся 7 дней перед свадьбой. И объясняют это тем, чтобы, во-первых, чтобы, как сказать, влюблённость, которая есть между людьми, чтобы она была такой осознанной, чтобы люди поняли, что влюблённость — это просто так, какая-то там тяга к любимому человеку, или что-то другое. Люди за это время могут что-то осознать, что-то в себе переименить, могут подучиться перед свадьбой. Есть даже уроки, где невеста и жениху объясняют, как себя надо вести в семейной жизни, как не обидеть мужа, как не обидеть жену, и как правильно вести себя вместе, потому что люди же никогда не были вместе, они не знают, что это такое. И вот есть вот эти семь дней, когда жених с невестой специально не видятся, чтобы понять, тот ли это человек на самом деле. И потом невеста идёт в Микву, и потом происходит свадьба. Вот говорят, что именно Шавот и Тора из еврейских народ, это очень похоже на свадьбу, потому что считается, что люди, которые стояли перед горой Синай, и Всевышний как жених был. А вот именно дарование Тора, сам праздник Шавот, это была как их небольшая свадьба такая, после вот этих семи недель. Было такое, как торжество такое огромное для всего человечества. И вот такое сравнение тоже я слышала. Ещё это называется праздник хлеба. Праздник хлеба, потому что говорят, что для того, чтобы получить хлеб, люди делают очень много усилий. Люди вспахивают поле, люди съедут, потом жнут и перемалывают это в муку. Это очень-очень много. Люди как бы должны отстраниться каких-то других вещей, чтобы добыть этот хлеб и испечь его, в конце концов. Вот то же самое с Торой, что Тора сама по себе для того, чтобы её учить, человек должен сделать над собой какие-то усилия изначально, чтобы прийти к этому, потому что тяжело от этой всей рутины, которая у нас сейчас, тяжело просто взять и отойти и уделить время чему-то такому, что ты раньше не делал. Но когда человек начинает это делать, он начинает по-настоящему пожинать плоды своих трудов, потому что видит, как жизнь его меняется, как меняется не только он, но и всё вокруг, как меняется его семья, и это дорогого стоит. Ещё этот праздник называется праздник Бикурим. Праздник Бикурим — это праздник первых фруктов. Во время храма люди носили первые фрукты в храм, в Шавот, для священников. И вот это время, как раз когда начинают собирать новые фрукты, когда они начинают спеть, у нас как раз сейчас и пшеница поспела, и фрукты до этого года начали поспевать. Ну, это прям очень сильно заметно. И ещё вот эти вот дни, которые идут до Шавота, вот эти семь недель, у них есть такое название, как тикун. Тикун — это исправление. Как я уже сказала, что человек пытается себя, когда рвание второго, он пытается себя как можно больше исправить, чтобы быть можно более чистым перед Всевышним во время дарования Торы, как маленькие детки, как говорят, что молитва маленьких деток, она принимается Всевышним, вот прям без всяких преград совершенно, потому что детки маленькие, у них нет никаких своих каких-то накопленных обид на кого-то, нет никаких грехов. Они просто просят от Всевосердия Всевышнего, просто так же, как они просто просят, Всевышний их просто принимает. Вот так и мы пытаемся прийти к дарованию Торы с той чистотой, с которой мы родились. А, еще говорится, что вот именно, именно вот, как сказать, гора Синай, когда получила Тору, она при этом была совершенно незрачной горой, просто совершенно обыкновенной. Но когда на ней, когда Всевышний дал Тору, она покрылась зеленью и цветами. И вот говорят, что так же, как расцвела природа этой горы как бы во время дарования Торы, так же народ Израиля расцвел, когда им дали вот эти заповеди, когда Всевышний полностью, как сказать, полностью стал открытым для них. Ну, когда он дал свои заповеди, получается, иди по Торе, и тебе ничего больше не надо, там написано, как себя нужно вести. И если ты будешь так делать, получается, ты совершенно будешь нормальным, праведным человеком и будешь идти в ногу со Всевышним. И поэтому, как вот, из-за того, что гора расцвела, у деток, у маленьких, в садиках и в школах есть такой, как обычный, они перед шаботом делают красивые букеты такие домой или делают пирог из печенек, но при этом покрывают их всякими цветочками, которые можно гужить. Это очень красиво, потому что каждый год приносят там какую-то новую пироженку такой, и дома они хотят это все еще на праздник оставить, но при этом на праздник не доходит, на праздник мы уже делаем новые такие. Но очень интересно, что как бы детей самых маленьких лет учат тому, что впитывают в них вот это, как бы на ихнем уровне, как даровалась Тора, как это было. Понятно, что если им сейчас рассказать, что там было такое сильное присутствие Всевышнего, что люди так и стрепят, для них это очень сложно понять. Оно вот на ихнем уровне гора расцвела, это было что-то такое невероятное, то, что не было у других гор, то, что мужей потом пришел и принес скрижа Лизавета. Для них это все так, в общем-то, все понятно. И вот довольно интересные такие вещи, что детки из-за того, что делают это все в садике, они потом это хотят осуществить и дома. И так поэтому очень принято именно пшавод украшать дом зеленью, всякими цветами. И всевозможные. Есть те, которые покупают прям реально такие красивые деревья, которые ставят сначала дома, потом выносят на балкон, они у них потом растут на балконе. Но, в общем-то, как бы очень принято в праздник, чтобы дом был украшен растениями. И что я... Сейчас, секундочку. Кучу себе всего записала. Ещё как бы в шавод считается, что ночь, которая в шавод, люди мучат Тору. Вот именно мужчине. Женщинам это не принято, потому что женщина обычно занята детьми. У мужчины очень принято мучить Тору в эту ночь. Понятно только те, которые могут, потому что считается, что если, например, мужчина целую ночь просидел в синагоге и просто проболтал там с другом и попил кофе, как говорится, и пил кофе до утра, чтобы не уснуть, это не считается и учением Тора. Если человек по-настоящему учит Тору и уделяет это время, как бы уделяет это время именно учению, считается, что как бы есть даже обещание такое, один из мудрецов, я просто не помню, в какой книге он это вычитал, но вот есть такое обещание Всевышнего, что тот человек, который учит Тору с ночи до утра и потом стоит на утро, и потом идет молиться, утреннюю молитву, в этом году с ним ничего не случится. Даже если ему что-то было предписано в этом году, Всевышний это подвигает, как бы и в этом году с ним будет все, он будет в полном здравии, в здоровье, и с ним все будет хорошо. В общем-то, обычаи сами по себе, а, почему, ну вот обычаи праздника, почему принято кушать именно молочные продукты? Есть очень много всяких объяснений тому всему, но самое простое объяснение то, что евреи, когда получили именно заповеди Торы, они поняли, что сейчас они уже не могут кушать мясное с молочным, и как бы для них это была проблема, а праздновать-то надо, молоко как бы скоро у них было, и получается, как бы они вполне могли проготовить молочные продукты, и потом уже после праздника начинать как бы кашировать посуду, отделять молочное от мясного, и все, а именно в праздниках мы как бы сделали молочную трапезу, отпраздновали, можно было спить полный хлеб, чтобы сделать именно хедуш, и потом все благословение на хлеб, и вот таким образом они праздновали Шигород. Еще, конечно, есть объяснение, что земля Израиля – это земля, текущая молоком и медом, это правда так, потому что, когда у нас начинается именно сезон такой, когда у нас спеют фрукты, и при этом и скот пасется, это все так красиво, бывает инжир переспевший, там какие-то овечки ходят, и потом все доят, получается много молока, есть еще такое поверье, что как бы есть инжир, когда он переспевает, с него как капельки такие выделяются, это как мед, считается. Ну вот, получается, страна текущая молоком и медом, она по-настоящему такая, и люди очень любят кушать, у нас очень принято как бы много сыра кушать, с оливковым маслом, как бы это все, и люди именно в шаблот закупаются прям молочными продуктами, но никто не отодвигает заповеди для мужчин, это единственная заповедь, которая есть в шаблот, мужики не могут праздновать без хлеба и вина, без мяса и вина, поэтому для них есть определенная трапеза, обычно считается так, что вечером кушают молочную трапезу, чтобы она была не тяжелая, перед сном, утром, когда мужчины идут молиться, после молитвы делают такие душ, кушают какие-то такие легкие молочные вещи, а потом уже, когда ближе к обеду начинается, уже делают трапезу, не обязательно с вином, ну, если уже человек не работает, он дома вполне может сделать, выпить тоже вина и закусить мясом, но как бы для мужчин прям надо, чтобы они кушали мясо, потому что для мужчин мясо это праздник желудка, как и говорится, и поэтому они это делают. У мужчин перед праздником тоже есть свои заповеди, кроме того, что женщина просто бегает и готовит это время, у мужчин есть заповедь веселить жену и детей. Это есть перед каждым праздником, в общем-то. Каждый делает это по-разному, по своим возможностям, по своим желаниям. Я, например, люблю цветы, и мой муж через много лет все-таки выучил, что мне надо дарить цветы. Я работала над этим хорошо. Ну, слава богу, Всевышний помог, сколько он это выучил. Есть женщины, которые любят отношения, есть женщины, которые просто хотят, чтобы, не знаю, просто помогли. Есть дети, которые любят сладости, есть дети, которые, наоборот, хотят, чтобы папа просто купил им какую-то игру, в которую можно поиграть всей семьей вместе в такие праздники. Наши дети, например, да, любят игры, когда можно всей семьей в праздник просто посидеть и поиграть. И для них это намного больше, чем кому-то одному машинка достанется с пультом, и они там будут драться за эту машинку. Поэтому есть заповедь, реально заповедь из Доры перед праздником. Вот такие вот дела. Одна из важнейших таких вещей, которую делают в Шавот, это после утренней молитвы, когда достается Тора в синагоге, принято, чтобы присутствовала вся семья, и читаются 10 заповедей. И считается, что даже если человек маленький, даже если он не понимает, или даже если там человек говорит на другом языке, ему лучше присутствовать так, как это было на горе Синай. Потому что говорят, что когда читали 10 заповедей на горе Синай, люди не только слышали, но они и видели эти 10 заповедей. У них как бы каждая буква, которая произносилась, они видели душевно. И поэтому это очень важно, чтобы мы так, как когда стояли у горы Синай, сейчас тоже принято, чтобы все стояли. Когда Тора вообще достается из Арона Кодыш, это шкафчик, который у нас стоит в синагоге, принято, чтобы все стояли. Пытать дать, это не бумаги, не свитку, на котором написано Тора, именно тому, что там написано, дать уважение. После трапезы все идут кушать, после того, как в синагоге помолились, все идут кушать домой. И, в общем-то, праздник очень хороший, очень праздничный такой. И принято даже не в сам последний день перед праздником начинать наглаживать одежду или что-то готовить. Принято даже, чтобы люди там за три дня, например, чем дальше ты, чем дальше, так сказать, чем дольше ты готовишься к празднику, тем больше Всевышний видит, что тебе важен этот праздник. Потому что есть люди, которые в папахах бегают, бегают, потом говорят, ой, все, сегодня надо готовить, кто, типа, побежал быстренько, что-то купил и все. Надо так-то с расстановкой подходить к этому всему и не жалеть на праздник никаких своих средств, потому что Всевышний возвращает, это проверено сто процентов, все то, что ты покупаешь, если это на шаббат или на праздники, всегда говорит, платишь за что-то, даже за мороженое для детей на праздник, или хвот, шаббат ходишь, как бы, для освящения субботы. И Всевышний возвращает вдвойне, втройне. Это просто проверено мной, как многодетной мамой, сто процентов работы. Поэтому все очень любят этого праздника. В Израиле этот праздник любят все, от мала до велика. И люди просто, кроме того, что это просто праздник, это очень красивое даже время года, потому что вспеет пшеница, начинают быть фрукты, на базаре становится все такое яркое, красивое, сочное. Все люди понимают, что еще чуть-чуть, и опять станется желтое от солнца. И пшеничные поля очень быстро собирают. И поэтому все ждут этот праздник, потому что он смачный, как на украинском говорят. Реально такой. И очень много рецептов передается от женщин, от бабушки, к внучкам. Которые прямо вот есть книги, которые связаны с еврейскими праздниками. Там есть именно отдельный такой пункт шабот, на котором очень-очень много всяких именно блюд таких, которые готовятся с молочными продуктами. Ну вот так. Спасибо большое. Пистик летел. Приятно всех видеть. Там еще запись.